Открыто и прямо говорили с нашими партнерами. Это разве давление? Я наоборот считаю давлением другое, когда говорят Украине, вот эти условия, их выполняете, Тимошенко отпускаете, открываете свободный доступ товаров, повышаете цены на жилье и так далее, на коммунальные услуги, тогда мы вас принимаем. Вот это давление. Что Россия думает по вопросу Тимошенко? Освободить или отправить в Берлин? Мы не думаем то, что должна думать и решать Украина. Это ее вопрос. Это ее суверенное право в конечном итоге определиться, что делать, с кем в данном случае дружить меньше, с кем больше. Но при этом должны быть четкий анализ и политической ситуации, и экономической ситуации, и понимать последствия, которые будут за этими решениями. На саммите Вильнюсе, кроме Украины, будут и другие страны из Востока, именно Азербайджан, Армения, Грузия, с которой тоже планируется в дальнейшем когда-то подписать такой договор об ассоциации. Что с этими странами? Тоже ожидаются ли там какие-то давления или недавления, как вы говорите, с этими странами? Это страны, которые входят в восточное партнерство. Они будут обсуждать свои проблемы и свои вопросы сотрудничества с Евросоюзом. И вырабатывать линию соответствующего поведения. Еще раз, позиция России, у любого государства есть суверенное право принимать решения, с кем и как сотрудничать. Но при этом, в данном случае, хотелось бы, чтобы принимая это решение, учитывались и обстоятельства, и договора уже с другими государствами, которые существуют. И отсюда принимались соответствующие решения. И еще принципиальный вопрос. Евросоюз для России это стратегический партнер. И когда мы ставим вопрос так, или туда, или сюда, это значит, кто-то пытается поссорить Россию с Евросоюзом. Не надо этого делать. Хорошо, спасибо вам огромное. Наше время истекло. Обязательно еще раз вас пригласим. У нас еще осталось много вопросов, которые обсудить. Спасибо телезрителям, что были в это время с нами. Меня зовут Мирослав Кодис, и мы с вами встречаемся через неделю. Всего доброго. Продолжение следует...